Компания 510 ведется только с одной целью. Завоевать как можно и заразить как можно больше молодежи старшего поколения идеи выхода из нищеты для всей страны. Вы знаете, что наше государство загнало наших граждан, да вообще все постсоветское пространство, загнало своих подданных в налоговое рабство, превратило их в самых бедных людей Европы и мира. Сейчас мы уже опустились ниже Гондураса, поэтому очень важно найти ту зацепку и ту идею, за которую мы все с вами можем зацепиться и вылезти в мир не бедными, поступить в Европу, а богатыми людьми. И вот выступая возле Оушен Плаза, вы можете визуально убедиться, что вот такие строения великолепные, как Океан Плаза, могут появляться массово только в странах, которые отменили на своей территории налоги. Я бывал в Гонконге, Сингапуре, Дубае, в странах, которые еще 30 лет назад влачили жалкое существование, как и Украина сейчас, но отменив с себя налоги, прежде всего со своих граждан, они добились следующих результатов. Первое, там начали открываться все штаб-квартиры ведущих корпораций мира. Там начали строиться торговые центры, открываться бабки западных стран. В общем-то, эти страны начали переходить на услуги, соскакивая с производства, сельского хозяйства и становились очень быстро сильно богатыми. Граждане этих стран благодарны своим правительствам, как Сингапур Ликванью, как Дубае своему шейху, благодарны за то, что они отменили с них налоги. И самое главное, что когда отменяют налоги на территории какой-либо страны, туда устремляются капиталы и деньги со всего мира. И причина здесь банальная, просто выгодно. Выгодно работать в безналоговой стране. И мы сейчас баллотируемся по всей стране, в тех городах, где есть наши сторонники, и в том числе в Киеве, с одной целью. Это популяризация партии 5-10 безналогового государства. Ну а если киевляне дадут нам маленький плацдарм в Киевсовете, то это будет огромный прорыв для Украины. Потому что все больше и больше людей узнают цифры 5-10, 5% с продаж и 10% социального. И понимают, что выход для Украины есть, и он единственный. Это безналоговое государство с системой 5-10. Это прежде всего мультивалютность, когда вы сможете рассчитываться любой валютой в любом магазине. Это прежде всего открытые границы и отсутствие пошлин. И тогда товары станут дешевле на порядок. Потому что сегодня, придя даже в этот магазин, вы можете убедиться. Возьмите чех и посмотрите, что там написано. Там написан какой-то странный НДС 20%, на который вас ободрали. В состав товара входят пошлины, которые содрали на таможне. Также там еще составляющая казнократская. И таким образом товар любой при завозе в Украину дорожает в полтора-два раза. И все только потому, что наши правители решили задушить нас налогами. Результат их деятельности 20-летний. Это остановившаяся промышленность. Это не едут сюда деньги со всего мира. Единственной целью правителей сейчас в благополучных странах является следующее. Затащить богатых людей и деньги на свою территорию. И безналоговая Украина, которую мы проповедуем, и есть цель нашей деятельности. Потому что это позволит сюда ехать людям со всего мира, делая богатым вас, ваших детей и внуков. Вы знаете, что богатые люди сейчас бегут с нашей страны. Более-менее способное население уезжает отсюда. И самое интересное наблюдается тогда, когда нам по телевизору сообщают, куда отправили свои деньги наши казнокрады. Панама, Лихтенштейн, Монако, Швейцария, Кантон ЦУ, Дубай, Гонконг. Все безналоговые страны, они облюбовали для себя, грабя вас налогами. Богатые люди нашей страны ведут себя как свиньи. Потому что задушив своих людей налогами, сами затешавшись в исполнительную власть, они фактически давно живут без налога. Налог на добавленную стоимость, которую вы платите, покупая любой товар, они возвращают себе на границы, когда вывозят товар на материальные ценности и ресурсы с нашей страны. Вековая несправедливость, которая висит на территории Украины, заключается в следующем. Тысячу лет с этой территории вывозили зерно, руду и рабов. Что сейчас происходит? Отсюда вывозят зерно, руду. Ну а рабы сами едут в Европу пахать на европейских богатеев. Которые в свое время разбогатели на том, что у них не было налогов. В 18 веке без налогов жила Голландия в 19 веке. Швеция знаменитая, еще 60 лет назад не имела никаких налогов. Была десятина. Соединенные Штаты Америки 100 лет назад разбогатели на том, что у них 200 лет не было никаких налогов на их территории. И свободные земли были. Любая страна, которая выбирала свое безналоговое и свободное существование, в кратчайшие сроки становилась богатейшей страной мира. Украина сегодня, скинув с себя налоги, налоговое рабство, тоже может стать богатейшей страной мира. Но для этого необходимо нам вовлечь в идею безналогов государства в систему 5.10 как можно больше людей. Молодые люди, покупатели, просто жители Киева, те, кто здесь гуляет, приезжие, проникайтесь идеей системы 5.10. Это единственный ваш выход из нищеты. Если вы хотите, чтобы ваши дети и внуки оставались жить в этой стране, чтобы они были богатые и знаменитые, чтобы нам аплодировал весь мир, нам надо снимать с себя налоговое ярмо. Потому что как бы они вам не рассказывали по борьбе с коррупцией, пока существует налог на добавленную стоимость, будет существовать коррупция. Пока существуют пошлины на таможнях, будет существовать коррупция с пошлинами на таможнях. Пока существует безумная запутанная разрешительная система Украины, будет существовать коррупция. И вот такие лошен-плаза будут возникать только в том случае, если какие-то казнокрады народят себе денег, купят земельный участок и вложат сюда огромные капиталы для того, чтобы собирать с граждан при покупах. Это происходит потому, что только чиновники и казнокрады в состоянии сконцентрировать эти огромные ресурсы. Фактически Украина всегда страдала от того, что прокачивала через себя газ, провозила нефть, но все эти богатства доставались не гражданам Украины, а казнокрадам, которые получали возврат налога на добавленную стоимость при продаже газа и нефти. В результате образовалась клика еще со времен Кучмы, Ющенко, Януковича, а сейчас Порошенко, которые наживаются на налогах с граждан Украины. А гражданам Украины показывают люстрацию, борьбу с коррупцией, а это фактически война с комарами. Вместо того, чтобы осушить болото коррупции, то есть отменить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ввести простую систему 5-10, 5% с продаж и 10% с зарплат, и остальные налоги отменить, дать людям возможность зарабатывать бесконечно много, а они будут при такой системе зарабатывать, потому что сюда хлынут капиталы со всего мира. Эта простая система применяется везде. Недавно прочитал даже в Гондурасе, пресловуто с которым сравнивают обычно плохие страны, то там уже зарплата 300 долларов, минимальная. И самое интересное, что Чикасская школа экономики начинает внедрять там систему 5-12, то есть те же самые 5% с продаж и 12% с зарплат. Украине, чтобы быть более привлекательной страной для бизнеса и денег, необходимо сделать у себя шкалу ниже, чем во всей Европе, России, Белоруссии и вообще всех окружающих странах, а желательно лучше, чем во всем мире. И это система 5-10. Система 5-10 это не только налоги. Система 5-10 это еще и мультивалютность. Когда вы не будете бегать по обменникам, постоянно обменивая гривну на доллары, теряя деньги. Вы сможете рассчитываться евро и долларами в любом магазине. Вас смогут кредитовать западные банки под низкие проценты. Потому что нам надо убрать с территории Украины такое пагубное явление, как Национальный банк Украины. Кормушка президентов всех последних времен. И многие знают, что ваши деньги вытягивают банки коммерческие, которые создаются теми же самыми казнокрадами все 20 лет, только с одной целью. Чтобы через время обрушить национальную валюту и обобрать вас до нитки. Накопив таким образом огромные капиталы для себя, своих детей и потом просто уехать в безналоговые страны. Оставив наш с этой пагубной, запутанной системой налогообложения. Поэтому у Украины сейчас появилась идея, вокруг которой можно сконцентрироваться. На нашем знамени начертано 5-10. Простые цифры. Именно для того, чтобы мы не запутались, когда вам будут рассказывать по телевизору бесконечные мантры о том, что надо снизить налоги. Надо привести их в порядок. Надо вместо 21 налога сделать 9 налогов. Но на самом деле вас просто запутывают. Поэтому мы вывесили на знамя нашу конечную цель. 5-10. 5% с продаж и 10% социального налога. И это единственный, единственный выход из нищеты для всего народа Украины. И сейчас, когда пришло понимание, и вам, возможно, уже надоели эти обещания политиков, появилась политическая сила, которая поставила перед собой одну единственную экономическую задачу. Освободить своих граждан от запутанной бюрократической системы, освободить их от налогов и дать возможность трудоспособному населению зарабатывать деньги. Бесконечно много. Перестать завидовать богатым, стараться заработать самому, научиться зарабатывать, а самое главное вовлечь на территорию Украины огромные капиталы. Как вовлекаются капиталы с мира на любую территорию любой страны, это снижаются налоги до минимума. И тогда только капитал начинает двигаться в эту страну. Украина может сделать этот шаг в кратчайшие сроки. У нас сегодня работает 400 тысяч бюрократов, которые фактически дурят вам голову и ничего не делают. Вдумайтесь, в Министерстве экономики 800 человек работает. И ни одной экономической программы. И никогда они вам не могут объяснить, чем они занимаются. А я знаю, чем они занимаются. Квотами, разрешениями, лицензированием и всем прочим. Акцизами только для того, чтобы запутать вас. Я уверен, что вам уже давно надоели эти бутылки, обклеенные марками. Потому что это омерзительно выглядит. Нигде в мире такого нет. Они обклеивают марками все, что могут. Они хотят обложить все, что могут. Сегодня уже внесли, ввели налоги на пенсию. Завтра введут налоги на воздух. Но от этого в казне не добавляется. А в ваших карманах все более пусто. Министр финансов Ярешко бегает по миру и выпрашивает деньги в то время, как задушила налогами нашу страну. И валовый внутренний продукт, это сумма продуктов, которые выпущены за год, сократилась со 180 миллиардов до 85. И вот, дорогие сограждане, и чего же вы ждете, если 25 лет вам рассказывают про то, что налоги надо платить, что их должно быть больше, что чем больше будет налогов, тем лучше будет работать все остальное. А результатом этой налоговой системы является закрытие всех предприятий, уничтожение бизнеса и бегство капитала с территории Украины. Мы провели Майдан, прогнали воровскую клику Януковича, но что же получается в результате? Через партию «Солидарность» Петра Порошенко Януковичи возвращаются на всех местных выборах. Сегодня их люди, которые еще вчера целовали задницу Януковича, уже целуют засос задницу Порошенко. И счастливо размещаются на билбордах по всему Киеву. Блок Петра Порошенко по Киеву разместил 800 билбордов, 800 поверхностей, заплатив за каждую 8 тысяч гривен. Это ваши налоги, которые вы заплатили. Это ваш НДС, который с вас высчитали в этом магазине тоже. Это то, что они награбили с вас и сейчас тратят на свою избирательную компанию. Мы сейчас видим фактически по Киеву шоу казнокрадов. И знаете, что если человек висит на билборде, это вор и казнокрад, как бы он ни отбеливал то, что он повесил, или кто-то ему дал деньги. Я вам могу сказать, что я миллионер. У меня уже довольно-таки приличная партия 5-10. Но мы не можем позволить себе финансово купить ни одного билборда. Почему? Потому что мы не казнокрады, ведем обычный бизнес, как вы. Выживаем как можем в этой стране. Делаем все возможное, чтобы прокормить своих детей, чтобы дать им нормальное образование, чтобы прилично одеваться. И увлекаем вас этой увлекательной игрой. У вас есть единственный выход из нищеты. Присоединиться к партии 5-10, вступить в нее, не стесняться, носить цифры 5-10 на себе. Особенно это касается молодежи. Убедить своих родителей, бабушек, дедушек, если что, дать им по 100 гривен, но чтобы они шли голосовать в Киеве за партию 5-10. Потому что это единственный выход из нищеты. Нам надо дать трудоспособному населению нормально зарабатывать, чтобы капиталы пошли сюда. А от старшего поколения мы как-нибудь откупимся, потому что тогда мы сможем им платить по 300 долларов пенсию. В другом варианте они будут продолжать получать 65 долларов, вести нищенскую жизнь, а внуки и правнуки не смогут им помочь. Вы знаете, что самая большая награда для родителей – это успешные дети. Можно спокойно умирать, когда ваши дети богаты, знамениты и дают вам деньги на лекарства. Но сегодня это не мог же себе позволить 90% граждан, потому что их преврастили в нищих людей. Нищих людей обманув и запутав в течение 20 лет. Я не буду до конца обвинять Януковича, потому что виноват в этом Кравчук, первый президент, который недавно сказал в ток-шоу. Геннадий, не смотрите на мир через деньги, а смотрите национальными кольорами. А мне сразу захотелось задать вопрос. А куда вы дели отечественный флот Украины? Не продали ли вы его за деньги? Глядя на это все национальными кольорами. Следующий президент Кучма, который ввел налог на добавленную стоимость, фактически со своим зятем ограбил нашу страну и теперь может на пенсии почивать где-нибудь в Средиземном море, на дорогом острове, на миллиардном курорте. Следующий Ющенко пришел, не изменив систему, использовал Майдан. Майдан украл вроде бы немного, всего лишь клинику будущего вместе с женой. Да немножко наскирдовал на том, что вас ограбил игрой с гривной. Вы помните, как с пяти до восьми гривен она прыгнула и много людей разорилось. Следующий Янукович был не хуже их, а гораздо лучше и способней, потому что пришел уже командой, как они любят говорить, профессионалов и стал грабить профессионально. Народ поднялся, скинул их всех, привел к власти Порошенко, который наобещал и тысячу долларов профессиональной армии, и АТО за 10 дней закончить, и Донецк до 24 августа прошлого года взять, и вернуть Крым, и вернуть Донбасс. А результатом его деятельности является ограбление вас при помощи налогов, вам новые налоги, в том числе налоги на пенсию, дополнительные НДС, и дополнительные проверки. И я знаю точно, чем закончится его правление и правление Яценюка. Они станут сказочно богатыми, а вы останетесь сказочно нищими. Именно так нас имеет наше правительство. Но это до тех пор происходит, пока людьми не овладела какая-то моноидея, какая-то четкая цель, которую захотят все. Вот так как захотели все вместе избавиться от Януковича, собрались на Майдане и скинули это ярмо со своей спины. К сожалению, это была единственная цель Майдана. Скинули и побежали занимать его места. Прогнали Януковичей и все оставили на месте. Те же казнокрады, те же должности, только сидят теперь уже другие люди и точно так разворовывают все, что есть в государстве. Но экономика, ее не обманешь. И на сегодняшний день в нашей стране уже мало что работает. Вы видите, по Киеву, когда идете, очень много помещений сдается в аренду. Цены на недвижимость упали в три раза. Заводы, даже не надейтесь, они уже не откроются и не поднимутся. Сельское хозяйство, которое вам обещают политики, вас не прокормит, оно не кормит никого в мире. Значит, у Украины есть единственный выход. И это не прирост в 3-4% экономики. Потому что такими темпами вы через 100 лет будете отставать от всего мира. Фактически то, что предлагают сейчас политики к 2020 году достичь уровня Польши, Чехии, это обман вас. Потому что на сегодняшний день даже и Чехия, и Польша беднейшие страны Европы. Нам нужно делать рывок. Такой рывок, как делали безналоговые страны. Рывок. И поверьте мне, я предприниматель с 25-летним опытом. В Дубае я летал еще в 93-м году. Мы тогда летали за товаром, привозили и здесь продавали. Так вот, в Дубае, тогда уже отменены налоги, поэтому мы туда летали за товаром. Они были в два раза дешевле, чем у нас. И мы неплохо на этом зарабатывали, привозя сюда товары нашим гражданам. Но что меня удивляло всегда в Дубае, там 55 градусов жара, песок и Персидский залив. И вот среди этого песка, пустыни, среди верблюдов, вдруг начал возникать город мечта, город будущего. Дубай. Те, у кого есть YouTube, те, у кого есть Facebook, вообще связаны с интернетом, а если старшее поколение не знает, попросите внуков включить и показать, что такое Дубай. За 30 лет арабы с верблюдов пересели на Мерседесы. Почему? Потому что все корпорации мира рванули туда делать деньги. Строить, развивать. И сейчас, спустя 20 лет, когда я еду туда, в Арабские Эмираты, я знаю, что меня ждет роскошь и знаменитые шейхи на своих великолепных машинах. Даже полиция ездит на Ларбаржине. Это почему происходит? Не потому, что они ободрали своих арабов и обложили их налогами, а потому, что они освободили их от налогов. То же самое проделал Сингапур. Когда Порошенко говорит, что он дядю посадил, это все, что он способен понять из опыта Сингапура. Потому что Сингапур это, прежде всего, родина и любимая страна всех западных корпораций, которые работают в Азии. Потому что там они открыли свои штаб-квартиры. Там они начали вести бизнес. И сегодня экспорт-импорт Сингапура в два раза выше, чем его ВВП. Почему так происходит? Да потому, что они имеют самую низкую налоговую шкалу в мире. И именно поэтому туда рвутся капиталы. Гонконг, возле Китая, свободная территория от налогов, кишит от денег, самая дорогая недвижимость, самые дорогие машины, а небоскребы и улицы в три уровня. Вот что такое безналоговые страны. Америка, 19-го столетия, страна без налогов. Никаких налогов не было. И вы знаете, что вся их независимость и бунт против короля произошел из-за того, что американцы не захотели платить королю налоги. И они отказались от подданства Англии. И после этого написали свою декларацию о независимости и стали богатейшей страной мира. И став богатейшей страной мира, только в начале 20-го века они начали вводить налоги. Потихоньку, небольшие. И даже сейчас их комфортно платить, потому что предприятие, предпринимательство в Соединенных Штатах Америки не облагается практически никакими налогами. Швейцария, которую называют самой зарегулированной и налоговой страной. А еще 60 лет назад в этой стране никаких налогов не было. И все компании мировые были зарегистрированы в Швейцарии, в Швеции до 70-го года. Почему? Потому что не было налогов, а с 70-го ввели налоги. С тех пор предприятия там не регистрируются и не работают. И Швеция просто стала богатой страной и может себе позволить налоги. Любая европейская страна, которая выбирала безналоговый путь, в кратчайшие сроки становилась богатейшей страной мира. И только после этого она вводила налоги. Если Украина снимет с вас налоги, позволит вашим детям, вашим внукам свободно зарабатывать на украинской земле, откроет границы, ведет мультивалютность, вы очень быстро разбогатеете и станете богатейшим народом мира. И когда вы пойдете голосовать в Киевсовет, вы прекрасно понимаете, и мы с вами умные люди, и я тоже, не буду вас обманывать. Я вряд ли стану мэром Киева. Но мне очень интересен процент разумных людей в Киеве. Сколько людей способны понять, что без налогов они станут богатыми. А ведь киевская власть это всего лишь плацдарм для атаки на верховную власть. Потому что для того, чтобы ввести систему 5.10, совершить экономическое чудо на территории Украины, надо уничтожить, буквально уничтожить почти все министерства, почти все госпредприятия, а у нас их 3.5 тысячи. Это кровопийцы, которые высасывают с вас кровь. Они ничего давно не производят, ничего не делают, они просто высасывают бюджет. А бюджет наполняется с НДС, который вы платите во всех магазинах, аптеках. И даже пенсионеры, которые получают 65 долларов сейчас пенсии, должны знать, придя в аптеку, вы платите все пошлины, все разрешения, все лицензии и пресловутый НДС за лекарства. Если вы ребенку покупаете одежду или мороженое, там зашит НДС, там налог на прибыль, и вы все это платите. Потому что конечный потребитель платит за все. И именно это делает вас бедными. Именно эта система не пускает сюда деньги. И вы знаете, что западный инвестор не вкладывает в Украину сейчас деньги. Сколько президент не выступает на всевозможных экономических форумах, он не может получить сюда ни копейки инвестиций частных компаний. Потому что я как бизнесмен вам скажу, в здравом уме ни один датчанин, ни один швейцарец, ни один американец, имея миллион-два долларов инвестиционных денег, не поедет в Украину делать деньги. А именно такую задачу мы ставим перед собой. Чтобы сюда ехали люди делать деньги. Если здесь будут делать деньги, вы будете зарабатывать. Сейчас бегут с Украины молодые люди, стараются получить грин-карту, предприниматели. А также бегут капиталы больших людей, так называемых казнокрадов. Вы видите, сейчас вам много будет сообщений. Как тот отмыл денег, как тот вложил в какой-то банк на Западе. Но вы увидите географию этих денег. Все они размещаются в безналоговых странах. И я всегда задавал вопрос нашим олигархам и нашим богатым людям. Вы что, идиоты? Чего вы бегаете по миру? Сделайте в своей стране безналоговых и храните деньги здесь. Пусть работают ваши банки. Я когда-то осознал это и пришел в ужас. Я подумал, почему и как так получается, что американец, миллиардер американский, не собирается ехать никогда ни в какую другую страну. Украинский миллиардер, он не только едет, он уже живет там. У них там дома в Лондоне. У них в Швейцариях пооткрывали свои филиалы. И есть такой кантон ЦУХ, я вам про него обязательно расскажу. Швейцария. Там любят совершать сделки Газпром с нашим Укрэнерго, Фирташем. Почему в кантоне ЦУХ? 120 тысяч населения в этом кантоне ЦУХ. Правительство кантона ЦУХ, а у них кантоны, это фактически другая страна, не знает, куда складывать деньги. В результате они недавно буквально построили футуристический вокзал какой-то там сумасшедший. Так всегда задаешь вопрос, почему они едут на чужбину совершать сделки? Почему не совершают сделки в Москве или в Киеве, раз уж у них сделка идет? Оказывается, в кантоне ЦУХ 15% налог. И больше других налогов нет. Вот почему там совершаются миллиардные сделки. Вот почему вы, дорогие украинцы, не только этот ГАЗ не видите, но вы еще от сделок ничего не получаете. Потому что в казну ничего не поступает. Все сделки происходят там. И как же исправить это положение? Да просто введите у себя меньше налогов, чем в кантоне ЦУХ. Меньше, чем в Дубае, меньше, чем в Гонконге, меньше, чем во всем мире. И деньги поедут к вам. Одна из причин, почему я запрещен на всех телеканалах, вот эти простые слова, которые я доношу до людей. Они прекрасно знают, что мы сейчас внедряемся в мозг. Мы сейчас переходим на кухни. Они прекрасно знают опасность системы 5.10 для олигархата. Он будет не нужен, не надо будет решать вопросы. Сегодня отмывка денег для них стоит 10-15%. Любой конвертационный центр вам отмоет любую сумму и выведет их за рубеж. Так при налоге 5% с продаж это делать будет бессмысленно. При налоге 10% зарплат, уводить зарплату в тень будет бессмысленно. Никто этого делать не будет. Сегодня любой предприниматель, чтобы заплатить вам зарплату, мало того, что должен заплатить 21% налогов за вас, то есть с вас удержать 21% с вашей мизерной зарплаты, но еще заплатить порядка 42% социального взноса в государство. И что в результате этих больших процентов получает пенсионер 65 долларов в пенсию? Вот что он получает. Дырку от бублика он получает. Почему? Потому что чем выше налоги, тем меньше зарплат платят. Сегодня мы, предприниматели, все платим в конвертах. Мы уже давно приспособились к этому воровскому государству. Мы уже признали давно, что это государство наш экономический враг. Это государство ваш экономический враг. Запомните эти слова. Яценюк ваш экономический враг. Он мечтает залезть в ваши карманы и ободрать вы. Когда вы голосовали в прошлый раз в парламенте за новые лица, за самопомощь, они вас перевели на полную самопомощь. Теперь они вам ничего не должны. Вы же сами выбирали. Самопомощь, самодрочь и все прочее. Боксеров в мэрию сами насажали. Ляшко был проголосован аж 8%. Хотя тут чушь, которую несет с экранов телевизора, нормальный человек слушать не может. Тимошенко газ, 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 газ. С каждым тарифы газ. И сейчас она опять надурит пенсионеров. Но у нас есть доступ к публике. Почему мы баллотируемся в мэры? Чтобы вот так стоять и выступать на площадях. Нам только что пытались запретить. Но закон разрешает нам выступать на площади и обращаться непосредственно к людям. И дорогие мои сограждане, помогайте доносить идею 5-10 до остальных граждан. Помните? Помните, панацея от нищеты есть. Единственный выход, который изобрело человечество, это низкие налоги. Это привлечение на свою территорию бастословных денег, инвестиций. Не тех инвестиций, о которых вас рассказывают. Взять в долг в будущее поколение на развитие какой-то экономики. Не понимаешь только какая экономика и где. А простых инвестиций, там где вкладывают миллион, два, десять, обычные бюргеры, обычные датчане, которые тоже хотят заработать. Американцы. И едут они всегда в мире на безналоговые территории. Они едут зарабатывать. И дай бог, чтобы они все массово поехали к нам зарабатывать. Как только в Украине начнется благодаря системе 5-10 рост населения, а это безусловно произойдет, это и будет наш экономический бум. Любая страна, которая выбирала экономическую свободу, тут же привлекала к себе дополнительных граждан. И эти граждане, как правило, приезжали, были гораздо умнее местных. Это проходили все. Почему американцы разве что играют в лотерею грин-карта? Почему американцы завлекают к себе приезжих? Потому что они высасывают из мира самых способных, самых денежных. И, пожалуйста, приезжайте в Америку. Америка прирастает 350 тысяч в год. Украина теряет 150 тысяч в год. А сейчас еще и потеряла Донецк и Луганск. Спасибо нашему президенту, что хорошо и потужно, как он говорит, провел переговоры. И провел эти переговоры под лес еще в прошлом сентябре. И в прошлом сентябре он подписал потерю Луганск и Донецк. Вместе с Крымом. Только у меня большой вопрос. А зачем были Дебальцева? Зачем была Волноваха? Зачем он подставлял этих всех патриотов? Под пули, которые ни к чему не приведут. Зачем погибло 10 тысяч человек? 10 тысяч пацанов, а 10 тысяч девчонок лишились женихов. Вот это мне непонятно. И где здесь он это сделал? А теперь это нам дают за высокое достижение. То, что было подписано еще в сентябре прошлого года. Вот что делают они с нами. И делают они только с одной целью. Я всегда задавал себе вопрос. Зачем им война? Что они добиваются этой войной? Очень просто. Вас надо пугать, чтобы вы не задавали себе простые вопросы. Где я буду зарабатывать? Почему у меня нет денег? Где будут работать мои дети? Вообще, что мне делать в этой ситуации, когда технологии меняют весь мир? Вы должны понимать, что на территорию Украины, как и на территорию любой другой страны, пришли новые технологии. Завтра мы увидим и машины без водителей, и автобусы без водителей, и заправки без заправщиков. Вы увидите, что все будете в Wi-Fi, а в результате проводные телефоны уже будут не нужны никому. Вы увидите совершенно другой технологичный мир. Сегодня уже в Ocean Plaza много людей приходят только для того, чтобы посмотреть товар и померить. А потом идут домой и заказывают его через интернет. Сейчас уже закрывается огромное количество торговых предприятий, которые бессмысленны в пору новой экономики. Но как это все освоить? Я знаю, только если вы будете иметь достаточно денег на то, чтобы осваивать новые технологии. Если через вашу территорию пойдут, поедут деньги. В общем-то, секрет развития любой страны, он очень прост. Нужно добиться, чтобы на вашей территории свободно перемещались товары, деньги и люди. А теперь сами задайте себе вопрос. За два года после Майдана товары передвигаются лучше, свободней. Через таможню они пролазят не только через военные налоги, но еще и через блокпосты, через таможенников, через разные таможенные пошлины. Это значит, что товар двигается медленно, а это значит, что вы будете становиться все бедней и бедней. А товар будет становиться все дороже и дороже. А там, где чиновник соприкасается с остановкой товара, он зарабатывает, его дети зарабатывают, а вы нет, потому что предприниматель теряет. Но предприниматель потом притащит этот товар в этот магазин, выставит его в продажу и включит цену и НДС, и пошлины, и то, что с него содрали на таможне. Все замедление обрушится на вас, на потребителя. И в результате вы получите товар в два раза дороже. То же самое, задайте себе сами вопрос. Стали двигаться быстрее деньги в нашей стране? Нет, потому что Национальный банк внедрил столько инструкций, что теперь вы с паспортом меняете деньги в обменнике. Банки вам не выдают ваши депозиты, а с другой стороны сгребают с вас все кредиты, которые вам повыдавали. Это значит, что мы идем в тупик и не туда. Тогда зададим себе вопрос. Может быть люди у нас свободнее стали передвигаться? Может быть у нас появились в руках пресловутые безвизовое пространство с Европой? И этого не произошло. И здесь они нахомутали. И получается, что на территории Украины медленно двигаются деньги, товары и люди. А в результате все нищие. И только один способ, чтобы вы начали богатеть. Это все должно перемещаться с бешеной скоростью. Желательно со скоростью света. И я верю в это будущее Украины. Но только в одном случае. Если вы в конце концов не через гречку, не через подачку, не через билборд с мордой будете голосовать, а начнете хоть немного думать и выбирать идею, которая вас выведет из нищеты. Просто порассуждая сами с собой. Просто поговоря с предпринимателем. Просто поговоря с людьми, которые ездят за границу и бывают в безналоговых странах. Просто поговорите с ними. Как живут там безналоговые страны? И почему они богаче нас в 10 раз? А ведь деньги главное. Как ни крутите. Я совершенно не согласен с Кравчуком, который говорит, что надо смотреть на мир национальными кулерами. В результате Кравчук богат. А те, кто носит эти национальные кулеры в виде подставок под флаги, почему-то бедные. Вот что они вам рассказывают по телевизору. Ни в коем случае не говорить про деньги. Про тарифы, пожалуйста. Про газ, каждая передача. Про коррупцию, боже, это самая любимая тема украинцев. Давайте поговорим про коррупцию. Вам еще по телевизору показывают, кто, сколько, где и как взял денег. Какой дом он себе купил? Люстрацию, да боже вы, конечно. Всех люстрируем. И вот два года мы люстрируем, боремся с коррупцией, а денег как не было и нет. Более того, их стало меньше. Потому что, оказывается, все эти службы замедляют движение товаров, денег и людей. И наши люди почему-то на это ведутся. Потому что, как малые дети, А может быть, мы должны опуститься уже до полного дна. Может быть, вообще уже ничего не должно продаваться в нашей стране и покупаться. Ведь как легко мы подхватываем лозунги, которые нам говорят политики. Налог на богатство. Давайте богатых больше обложим налогом. Но эти самые богатые, когда завозят товары, ставят в магазинах, эти все налоги включат в цену. Не сомневайтесь. Многие думают, что ой, как хорошо, Коломойского акцизами придушили. Значит, бензин будете покупать дороже. Ой, как хорошо, лицензию ввели, не дают им работать. Значит, будете платить за то, что им сложно работать. Блокпосты поставили с Донецком. Не пускают туда товары. Фуру пропускают за 20 тысяч гривен. Это значит, тот, кто на блокпосту разбогател, а тот, кто везет, обеднел. А это значит, свой собственный предприниматель. У нас очень легко, и все политики, это внушают гражданам ненавидеть предпринимателя. А предприниматель – это единственное ваше спасение. Это единственный человек, который думает о деньгах. Который создает те самые рабочие места. Который на сепе тащит. Через таможню, через налоговую, через все вот эти препятствия, чтобы что-то где-то продать и эту услугу доставить для потребителя. Не было бы предпринимателя, мы бы уже давно сдохли. Потому что он работает сейчас уже в тени, отбиваясь от всех подряд, меняет деньги, гривны на доллары, доллары на евро. Евро, в общем-то, один из лучших предпринимателей мира, только без денег. Так вот, единственное спасение для такой страны, как Украина, это затащить деньги на территорию Украины. Без денег вообще ничего не будет. Я в своей книге, как стать авантюристом, так и писал. Если вы героически работаете в своей отравиколесовке, и вы там самый лучший предприниматель, вы все равно не получите денег, потому что их там нет. Единственный способ, это ехать к деньгам. Переезжать в места, где эти деньги есть. Это простая подсказка человека с опытом, отца троих детей. Это простая подсказка для молодежи. Не пытайтесь геродически заработать в местах, где денег нет. Так вот, на территории Украины денег сегодня нет. Но вся Украина не может подняться и выехать. В Америку куда-нибудь. 45 миллионов населения, конечно же, никуда не уедут. И именно поэтому у них есть один способ затащить денежные потоки на территорию Украины. Вы что думаете, что в России останутся предприниматели, если у нас будет система 5-10? Или в Европе они будут работать с запутанной налоговой системой? Они все будут здесь. Все сделки будут производиться на территории Украины. Почему? Да ответ очень простой. Выгодно. Они все поедут за выгодой на территорию Украины. Кстати, Саакашвили рассказывал интересный случай. Они убрали таможенные пошли с автомобилей в Грузии. Торговля автомобилями, мало того, что там дешевые автомобили стали, торговля автомобилями возросла в 5 раз. И Грузия тут же превратилась в автомобильный хаб. То есть западные страны или предприниматели завозили туда машины и продавали через Грузию. Потому что так работает экономика. Именно на этом в свое время поднялись знаменитые Дубаи. Потому что утюг, произведенный в Германии, в Дубае стоил дешевле, чем в Германии. Почему? Потому что бизнесмены Германии привозили этот утюг туда и хранили его там на складах и продавали без проклятого НДС. И вот так поднялись и построились в Дубае. Если Украина отменит в себя налоги, здесь будут совершаться сделки, в том числе и газовые, электрические, современные, будущие технологии. Только в этом случае сюда поедут много айтишников, потому что это все надо будет здесь, на территории Украины. У нас не очень хорошее сельское хозяйство. У нас отвратительный климат. У нас сырая погода вот в ноябре начнется, аж до апреля. У нас все не очень хорошо. Именно поэтому отсюда всегда бежали люди на более зажиточные места. Но есть один способ, как сюда завлечь богатых людей. И тогда здесь появится и искусственный климат, что даже гуляя по этому Ocean Plaza, внутри вы видите, как хорошо гулять. Это как благоустроенная улица. А теперь представьте себе будущее Украины, как будто бы этот универмахт вышел на все улицы Киева. Весь покрылся стеклом. И тогда зимой вы не будете в холоде, вы будете всегда в тепле. В Гонконге я переходил через стеклянные переходы из одного небоскреба в другой небоскреб. Почему? Потому что в Гонконге 96% в услугах. Никакого сельского хозяйства. Хотя вокруг моря. Никакого производства оно им не надо. Производство все в Китае. Но зато финансовые услуги, услуги торговли, торговые центры, логистические услуги, инжиниринговые услуги. Все процветает в Гонконге. Почему? Потому что выгодно. Очень простой способ оценить любой бизнес, вообще свое положение в мире. С точки зрения выгоды. Любой человек движется туда, где выгодно и есть деньги. Как и рыба ищет, где глубже. Поэтому присоединяйтесь к партии 5-10. Не думайте о казнокрадах. Наш путь долг. А может быть и быстро. Все зависит от проникновения в массы идеи 5-10. Идея 5-10. Я считаю, достаточно быстро овладевают. То есть те люди, которые хотя бы чуть-чуть задумались о своем будущем, будущем своих детей, и вообще о вариантах выхода из нищеты, практически сразу присоединяются к системе 5-10. Еще раз повторю, это два простых налога. 5% с продаж и 10% с зарплат. Все остальные НДС, пошлины, акцизы должны быть отменены на территории Украины, как сугубо враждебны для экономики страны и карманов граждан Украины. И как только это произойдет, а также будет свободно ходить валюта, будет разрешено то, что сейчас запрещено, свободное кредитование граждан Украины напрямую с западными банками. Как только исчезнет этот проклятый национальный банк, который с регулярностью в 7 лет делает вас нищими, потому что имеет свою национальную валюту, а соответственно на ней зарабатывает. Но эта национальная валюта, кстати, нигде в мире не нужна, кроме Украины. И нечем здесь гордиться. Весь мир переходит на евро и доллар. Сегодня сделок в мире совершается в долларах 65%, в евро 25%. Даже самые мощные экономические страны уже не могут позволять себе иметь собственную валюту. Но уж Украине сам Бог велел переходить на нормальные валюты мира, пользоваться и побыть лет 40 экономической эгоисткой мира, втягивая на свою территорию все больше и больше капитала. И вот если бы президент Порошенко где-нибудь на форуме, где он часто бывает, не показывал борт Богдана разбитый и расстрелянный, и не плакал о том, что у нас везде стреляют, при этом говоря, приезжайте к нам, вкладывайте деньги. Мне кажется, это идиотический какой-то поступок. А сказал речь, очень простую. Моя страна десятки лет находится в нищете. Капиталы с территории Украины бегут. Люди находятся на нижайшем уровне потребления. Поэтому, и в результате того, что тысячу лет отсюда вывозили рабов, зерно и руду, мной, как президентом Украины, принято решение освободить своих граждан от налогов. Прошу весь мир отнестись с этим к пониманию. И тогда, вот такие аплодисменты были бы в ООН. И тогда бы нас уважал весь мир. Потому что в мире уважают богатых и знаменитых. А с бедными не хотят общаться. И вот если мы не хотим быть бедными, это самый большой порог для страны. Нельзя гордиться своей бедностью. Нельзя соседям рассказывать, как у вас мало денег. Это надо тщательно скрывать. И все время, наоборот, стараться заработать, стараться вылезти из этой бедности. Даже в каком бы возрасте не находились. Пенсионеры все равно могут сейчас что-то продавать на улице. Что-то дома жарить и выносить, продавать. То есть где-то выкручиваться. Консьержи я недавно с женщиной встречался. А что мне в подъезде делать? Я говорю, ну не знаю, поставьте, пусть внук купит вам холодильник со стеклянной дверью. Забейте его какими-то продуктами, которые не каждый день берут. Там, я не знаю, пиво, вино. И продавайте это. Так знаете, что она сказала? А кто же мне разрешит? Нас так запугало государство, что мы в собственном подъезде спрашиваем разрешение, чем нам торговать. Торгуйте и не бойтесь никого. А когда кто-то подойдет с разрешением, скажите, пошел вон. Потому что мне надо кормить себя, купить мороженое внуку. И я хочу жить по человеческой жизни. Партия 5.10 не только то, что я баллотируюсь в мэр. Это дает возможность мне обращаться к людям. Но также ведет свой список Киевский совет. И я не для того, что нам нужна власть. А для того, что мне нужна популяризация идеи безналогового государства. И чем больше вы голосов отдадите, не про хвостом, которых вы видите 20 лет, а людям реально, которые хотят одного. Отменить налоги с вас. Это длинный путь. Я проходил выборы еще в 98 году. Я прекрасно знаю, как оболванивать людей. Я прекрасно знаю, как ремонтировать лифты и никогда этого не делать. Как вывозить мусор, то что люди... Как ремонтировать лавочки. Как обещать обещанное все время. Но сейчас мы занимаемся совершенно другим. Сейчас, в силу того, что страна опустилась уже до полной нищеты, мы просто открываем людям глаза, что есть единственный способ выхода из нищеты. Это система 5.10. И постепенно это доходит до все большего и большего числа. К сожалению, у нас есть средства массовой информации. Их захватили олигархи. И президентская администрация. К сожалению, нас поместили в черные списки. Но из уст в уста, передавая идею, вы приведете к тому, что в партию 5.10 рано или поздно у нее будет 2 миллиона приверженцев. А тогда мы не будем у них спрашивать, что нам делать. Мы просто внедрим систему 5.10 на территорию Украины. Если вы проанализируете программы политической партии за 20 лет, в принципе, я их характеризую очень просто. За все хорошее. У нас все партии за все хорошее против всего плохого. Они все за то, чтобы посадить казнокрадов, хотя сами являются казнокрадами. Они все за то, чтобы всех люстрировать, хотя самих надо люстрировать. И они, в принципе, вам говорят из выборов в выборы. Ни одно и то же, поверьте мне. Они вам говорят социологический опрос. Если хотите, чтобы боролись с коррупцией, это ваши мысли. Значит, появляется политик, который будет бороться с коррупцией. Если народ хочет и ставит на первое место в вопросах своей жизнедеятельности люстрацию, что никакого отношения к ней не имеет, они появляются и говорят про люстрацию. Если людей задевают тарифы, появляется Юля и кричит «Газ, газ, газ, газ!» и я вам снижу тарифы. Пусть лучше вспомнит, как она подняла 450 газ, с Путиным делила деньги. Поэтому вы уже должны, наученные опытом, понимать, что если вы выбираете одно и то же и ждете другого результата, вам психбольница. Потому что это невозможно нигде и никогда не было. Появление такой партии 5-10, это, в принципе, благодаря только тому, что появились новые технологии. Появился Ютуб, где я могу на своем канале снимать тысячу видео и доносить до каждого идею 5-10. Это появление социальных сетей, где это все передается из уст в уст. Я имею возможность со ста тысячами людей общаться практически в ежедневном режиме. Это все дает возможность и силы доносить до людей, до масс, простую идею. Отмените с себя налоги и будьте богаты. И вы забудете кошмар нищеты навсегда. Когда-то Моисей, обращаясь к обездоленным евреям, они были практически на уровне рабов в Египетской империи, работали кирпичниками, то есть вот это вот, готовили кирпич. В общем, одна из самых грязных профессий. И он, чтобы вывести их из рабства, он к ним так и обращался. Вам надо выйти из египетского рабства. Сегодня я вам могу сказать, вам надо выйти из налогового рабства. Про налоги у нас почти не говорят. Потому что большинство людей считают, что налоги не платят. Но на самом деле, придя в аптеку, в магазин, вы платите все налоги. Все до копеечки с вас берут эти налоги. И они все в цене товара. А запутанная система изъятия налогов с предпринимателя приводит к тому, что они находятся все в тени. А в теневой сектор деньги не идут. Чистые деньги западных компаний, а также граждан других стран, никогда не вкладываются в теневой бизнес. Они пойдут только в чистый бизнес. Как только появится на территории Европы, Америки, объявление о том, что появилась огромная, повторяю, огромная, самая большая безналоговая территория в мире, под названием Украина, сюда хлынет поток денег. Поток людей, которые поедут сюда зарабатывать. И история такие случаи знала. Европа, когда обложила и запутала себя европейскими так называемыми налогами, а также сословным неравенством, были там короли, европейцы бежали в Соединенные Штаты Америки, через океан плыли на свободные земли, на безналоговые территории. И там расселялись, и фактически за 500 лет создали эту великую страну, в которой ВВП на сегодняшний день 50 тысяч долларов. У нас 2 тысячи долларов. Представьте себе это отставание. И всегда задаешь себе вопрос, а как сократить это отставание? Есть единственный способ. У нас налоги должны быть меньше, чем в Америке. У нас налоги должны быть меньше, чем в Европе. Меньше, чем в России. И вот только в этом случае сюда поедут деньги. И здесь, наконец-то, возникнет нормальное, честное государство. Потому что на сегодняшний день мы все врем. Я выкручиваюсь от налоговой инспекции. Вы выкручиваетесь. Вы подпольно торгуете. Страна подпольно торгует. Над нами куча казнокрадов, которые знают, что нельзя жить на 3 тысячи гривен зарплаты. Полиция появилась, которая на 300 долларов пытается честно работать. Может быть, на год их хватит с такой зарплатой. В общем-то, вся страна запуталась во вранье. И причина здесь одна. Экономическая. Потому что люди обеднели, не знают, что дальше делать, в растерянности. И фактически им никто не рассказывает, а как дальше жить и как дальше работать. И вот появляется такая партия за безналоговую Украину, которая простыми цифрами, буквально на внушение, убеждает вас. Идите за этой партией. Это ваше спасение. Любая другая не настоящая. На сегодняшний день это единственная идеологическая партия. Это единственная идеология, существующая в нашей стране. Что все остальные, это не идеологии. Это политические проекты под политических лидеров с целью ничего не делать. Потому что вы не знаете, где начинается еднайся, и где оно заканчивается. Вы не сможете завтра спросить Порошенко ни за что. Потому что он вам пообещал еднатыся, и все. И через год он объяснит вам, мы же страну не потеряли. Страна на месте. На месте скажете, спасибо вам, Петр Алексеевич. Только денег у меня стало меньше. Но я же вам и не обещал денег. Первая партия, которая идет и говорит, для меня ваши карманы, врате всего остального. Государственный карман меня не интересует. Нам часто говорят, 5% с продаж не хватит для нашего бюджета. Это правильно. Для этого не хватит. Но мы ставим вопрос по-другому. И ставьте вопрос по-другому. А сколько надо государству, чтобы оно нажралось в конце концов? И я говорю, ему хватит 5%. Только если у него будет 5%, оно уволит всех чиновников. Во всяком случае сократит их в 10 раз. Оно избавится от государственных предприятий, которые обходятся нашему государству, бюджету. Ежегодно 220 миллионов потерь. Оно перестанет наживаться на НДС и отменит его. А значит уволит всех налоговиков, которые завязаны на НДС. Оно отменит пошлины. А значит уволит всех таможенников, которые связаны с пошлиной. Они не нужны будут. И так далее, и так далее. То есть государству с моей позиции хватит 5%. И предприниматели прекрасно знают, что если они будут тратить на обслуживание своего предприятия больше 5%, они разорятся. Поэтому тратить-то можно и нельзя больше. 5% с продаж это идеальная система и создана только для Украины. Для такой большой территории. Нас часто спрашивают, а где такая система есть в мире? В мире не существует двух одинаковых систем налогообложения. Везде разные. Везде применялись по-разному, потому что люди разные. И эта система 5.10 разработана персонально для Украины. И только в Украине она возможна. Это позволит нам затащить деньги не только Европы, но и Америки, но и России. Вот это удар по Путину. Потому что когда от него побежит бизнес, совершать сделки здесь, вот тогда он заводит. Когда здесь будут открываться предприятия, а там закрываться, вот тогда он заводит. И поэтому еще раз говорю, единственный ваш выход, если кто-то связывает будущее с этой страной, это сделать все, чтобы система 5.10 победила. И мне власти не надо. Я хочу, чтобы в Украине было 5.10. И все. И готовы уйти из власти. Внедрить эту систему 5.10 и все. Она мне не нужна. Я не собираюсь там зарабатывать, я и так хорошо зарабатываю. У меня достаточно недвижимости, у меня достаточно перспектив, да и сколько там надо до конца жизни. Но единственное, чего мне не хватает, как человеку, это внедрить систему 5.10. И это вызов мировому сообществу, это вызов самому себе. Это та возможность, которая у меня имеется. И я призываю наших граждан. Вот начните думать, что вас делает бедными. Если вы поймете, что бедными вас сделает налоговая, пошлины. Ведь если задуматься, вот наши люди часто покупают машины. А ведь должны хоть раз задуматься, а что машины в Киеве в полтора-два раза дороже, чем в Европе. Широ такое вообще. Мы что, самые богатые в мире? Я понимаю, когда у датчан они в два раза дороже. Там пошлины на них. Но Дания это богатейшая страна, которая ведет бизнес по всему миру. И которая, кстати, еще в 18 веке была самой свободной страной мира экономически. Именно тогда они разбогатели. И когда ставишь себе такие вопросы, а почему бензин в Украине дороже, чем в Америке? Мы что, самая богатая страна? Почему товары мы покупаем дороже, чем все в мире? Мы что, больше всех зарабатываем? А причина одна. Пошлины и налоги. И те люди, которые за то, чтобы провести товар, берут деньги. То есть получается, что государство, именно государство делает вас бедными. Борясь за то, чтобы сделать вас богатыми, как они говорят, обеспечить вам рабочими стяек и что-то еще. На самом деле, каждым своим поступком делает вас бедными. Вспомните, прошлые выборы, они были еще недавно. Они вам обещали, что когда мы придем, мы будем снижать налоги. Как только они вскочили в парламент, вся коалиция дружно проголосовала за повышение пошлин, за военный сбор, за сбор за обменные операции валюты. Ну и, конечно же, Национальный банк три раза опустил свою валюту. Вот что они сделали. И сейчас, когда они приходят и опять говорят, мы идем снижать налоги, это только потому, что эта идея становится популярной. Поэтому я вас призываю прийти на эти выборы, на местные, и проголосовать за маленькую и гордую партию. Пока маленькую. Но которая, я уверен, благодаря вам будет становиться все больше и больше. Сейчас уже тысячи людей, в Киеве в том числе, те, которые нас знают, они буквально спать не могут, когда начинают думать о возможностях Украины без налогов. Мне много пишут в Фейсбук, люди говорят, вы нас так заразили, что мы не можем заснуть. Давайте уже быстрее что-то делать. Но я им объясняю, что народные массы, они медленны. Но когда они пойдут, поверят и поймут, все начнет происходить крайне быстро. Критическая масса накопится. И 5-10, она не может не победить. Почему меня запретили на всех каналах? Они не могут со мной спорить. Это бессмысленно. Потому что говорить о том, что 5-10 это неправильно, это невозможно. Это противоречит здравому смыслу. Потому что все эти казнокрады, имея много денег, любят летать в Дубаи. А когда прилетают в Дубаи, им говорят, у нас нет налогов. Они любят летать в Сингапур, Гонконг, в Америку. И они там видят, как живут безналоговые государства. Противоречить очевидному невозможно. Единственное, что они кричат, этого не хватит. Но это не хватит им. Так они нам и не нужны. Кому помог в жизни и что произвел налоговый инспектор? А ведь их десятки тысяч. Кому помог в жизни и что произвел таможенник на таможне? Кроме вреда, ничего не принес в стране. Они не занимаются наркотиками, оружием. Это вон через российскую границу проходит свободу. Но зато они все занимаются экономической сферой. Они прекрасно знают, что сколько стоит, как с кого ободрать, как кого протащить через таможню. Вот это они все прекрасно знают. Поэтому все непроизводительное должно с Украины уйти и исчезло. И причина одна. Мы хотим быть богатыми. Оказалось, что самое сложное в нашей стране это убедить украинца, что он может быть богатым. Это вызывает самое большое отторжение. Потому что украинец в основной массе знает, как быть бедным, как становиться в очередь за субсидией, но он не знает, как это быть богатым. Как это, когда деньги можно зарабатывать свободно. Как это, когда ты нужен и можешь зарабатывать. Как это богатые дети. И вот система 5.10 позволит вам всем это узнать. Я не знаю, что будет со страной при системе 5.10, как будут вести себя люди, потому что деньги очень меняют людей. Люди, которые начинают зарабатывать деньги, они кардинально меняются. И те, у кого есть знакомые и разбогатевшие, и те разбогатевшие, которые уже отличаются от тех, у кого нет денег, они видят это различие. А теперь, представляете, массу людей внезапно, быстро, которые становятся богатыми. Я вам уже говорил про Дубаи, которые с удивительной проворностью пересели с верблюдом в Мерседесы. Это было удивительно. Люди жили в шатрах, пасли верблюдов, ездили на них, полили костер под открытым небом. Все было хорошо, пока не пришел шейх Дубаев и не отменил налоги на этой территории. И в результате заехало столько машин, столько корпораций, что каждый араб имеет по 20-30 предприятий. А некоторые там до рекорда дошли 200 предприятий. Знаете почему? Потому что у них закон интересный, что предприятие может быть без налогов только если 51% принадлежит арабу. И это никак не останавливает западные корпорации. Они тут же создают компании с арабами, платят им какую-то сумму, а это приличные суммы, и ведут торговые операции без налогов. Вот как шейх позаботился о своих подданных. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что что бы вам не говорили наши правители, если в ваших карманах нет денег, а холодильник пустой, они вам врут. Значит делают они что-то не так. А если они все 20 лет пытаются... АПЛОДИСМЕНТЫ Рекламируете и говорите, и доводите до сознания нашего. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Приятно, кстати, все больше и больше людей подходят и благодарят за эту деятельность. Вообще-то я выступаю практически каждый день или в Ютубе, или на улице. В общем-то мне приходится компенсировать то, что я не могу выступать во всевозможных политических ток-шоу, а когда я туда дорываюсь на нервной почве, у меня обычно срыв происходит. Я так не могу среди них находиться и слышать тот бред, который они несут. На последнем ток-шоу Шустера 96% была поддержка у Джамилева по поводу блокады Крыма. Это наши граждане поддерживают. Джамилев сказал такую интересную штуку. Он говорит, там же провозят не только продукты питания, но и цемент и кирпич, из которых строят шахты, туда вставляют ракеты и направляют на нас. Вот что говорит этот человек. Уважаемый, он там голодал в советский период, он на татары пострадали очень сильно, но когда человек, политик, говорит вот такую чушь с экрана, а ее поддерживают 96% слушающих, а в то время, как Балашов выступает, для вас главное деньги, у него поддержка падает до 40%, при этом люди сидят без денег вообще, им шостер оплатил приезд сюда, поселил в гостинице, ему повезло по жизни, побывали в студии. То есть люди у нас не научились отделять вранье от истины, и истина иногда болезненна. Я часто на выступлениях использую, меня просят политтехнологи, не говорите, что они бедные. Я говорю, я буду говорить, что они бедные, пока украинцы не поймут, это их самая большая беда. Но любая партия должна идти с единственным лозунгом, сделать этих людей богатыми. И говорить, как они это будут делать. Да. Добрый вечер. Что я вам хочу сказать? Промова ваша очень интересная. Но пока Путин будет, понимаете, высоко летать и будет заработать деньги, то это перед вами стоят украинцы, киевляне. И они действительно считают, что они голодные. Поверьте мне, каждая своя беда. Когда заработают депутаты и могут организовать такую большую силу нашей полиции, за это мы сказали, тут их море. И нашли деньги, чтобы они заработали, тут бегали, туда-сюда. И снова наши украинцы голодные. Правильно я говорю, ученик. Теперь в Москве есть вот такие шановные. В Москве я тоже рашен. Только они называют рашен, а нас рашен. Правильно? Правильно. Да, есть такой Порошенко, да? Кстати, интересное слово. Я недавно что-то это раньше не обращал внимания. Порошенко никогда не продаст рашен. Это середина его фамилии. Рашен Порошенко. Понимаете? Поэтому вряд ли он продаст. Даже если бы он захотел продать, многие там требуют, чтобы продать, я как предприниматель знаю, что он его не продаст, потому что оно ничего не стоит. Оно никому не надо. На самом деле фабрика Рашен выпускает корм для бедных людей, чтобы закармливать их сладким. Они не поставляют этот товар в Европу толком, потому что Россия и Украина. В другие страны оно не идет. Поэтому наверное, а тем более сейчас в Украине при такой покупательной способности оно практически ничего не стоит. Поэтому нам надо смотреть не на то, чтобы кто-то что-то продал. Нам надо смотреть и разбираться в очень простых вопросах, чтобы нам было выгодно жить на этой территории. Вот это самая большая печаль. И когда разговаривали с предпринимателями, которые там уезжают, они говорят, да не выгодно, я не могу здесь еще заработать. Дошел до логического тупика. Потому что сейчас ведь еще раньше вот у меня было много знакомых, которые никогда не помышляли об эмиграции. А сейчас они все дружно запели про эмиграцию. И не Путин здесь виноват. Мы тут конечно все на Путина, на войну. А это кстати и хочет Влад, чтобы вы все во всем Путина обвиняли. Путин злодей, кровавый, диктатор, он посчитается с ним еще. Но свою беду несем мы сами. Потому что мы поддерживаем политиков, которые нам врут. Мы тут же забываем, что он врал в прошлый раз. Мы тут же забываем, что он наврал в позапрошлый раз. Мы вообще забываем о том, что он вчера наврал. А ведь они все врут. И когда они врут, то просто если вас человек один раз обманул, уже больше ему не верьте. Это бессмысленно. Это будет продолжаться. А самое главное, когда вам не рассказывают, как вы будете зарабатывать деньги. Я ведь не знаю, какой бизнес у вас будет. Я не говорю, что я понастрою заводов или понаоткрываю предприятия, в которых вам дам рабочие места. Я вам говорю, что система свободной экономики работает в мире. Система, при которой максимально открыты границы, максимально свободно движутся деньги, товары и люди, работают, и в ней люди зарабатывают деньги. И вот этого мы должны с вами добиваться. И мне нужна всего лишь ваша помощь. Помощь даже не в голосовании, а в помощь в том, что вы рассказывали другим людям про систему 5-10, про мультивалютность, про систему 5% с продаж и 10% с зарплат. Про то, что такие страны процветают. Рассказывайте другим людям. Сами подсаживайтесь ко мне в Фейсбук. Там очень много можете получить объяснений. Я отвечаю на все вопросы в нем. Смотрите YouTube. Там тысячу видео снято, рассказывающие про эту систему. Я этим занимаюсь уже распространяя около 5 лет. Я себе отмерил 10 лет этим заниматься, у меня еще есть время 5 лет этим заниматься. Я трачу огромное количество сил на то, чтобы пробиться на какой-нибудь канал, где-нибудь написать, где-нибудь зацепиться, чтобы людям рассказывать про деньги, что они могут быть богаты. Но это очень трудно делать без людей. Поэтому вы должны присоединяться, вам это ничего не будет стоить. Если вы где-то на своем офисе повесите знамя 5-10, спасибо вам от будущих поколений. Если вы на свою машину приклеите наклейку 5-10 и будете ездить, а таких машин все больше и больше в Киеве и по стране. Если вы сами возьмете на футболку накатаете 5-10 и будете ходить как проповедник или наклеите наклейку на свой телефон, и когда будете сидеть с друзьями, перевернете так, чтобы вы не видели это, и начнете обсуждать это, это самая большая помощь системе 5-10. Это значит мы с вами по одному, а таких людей становится все больше, они разъясняют другим людям. Потому что партия 5-10 сейчас строится, как строилось в свое время ранее христианство. От человека к человеку. Полностью запрещенная религия. Никто не давал им пробиваться. Но они ходили и рассказывали другим людям, что Иисус жив. В результате сейчас 2,5 миллиарда верующих в Иисуса. То, что Он жив, то, что Он воскрес и в непорочное зачатие. Вот примерно то же самое мы сейчас делаем. Потому что когда человеку говоришь, ты можешь иметь деньги, ты можешь зарабатывать, но для этого должна быть свободная экономика и здесь работать система 5-10, это все равно, что открывать незрячим глаза. И мы начинаем уже даже использовать иногда библейские истины для того, чтобы донести эту простую идею. Поэтому передавайте друг другу вот это послание. Выход для Украины есть. Выход для граждан Украины из нищеты есть. И это система 5-10. Мы стоим на пороге того, что огромное количество профессий исчезнут вообще с лица земли. Возможно исчезнут водители, потому что через Google будут ездить машины. сами. А вы будете только им говорить, куда вас везти. Уже в Будапеште там он испытывает этот безводительный электрический автобусик. И спрашивает пенсионеров, как вы к этому относитесь. Вначале было страшно, а теперь ничего ездим. Но вы должны понять, это все рабочие места, которые исчезнут. Профессии, которых не станет. В свое время ткачи в Европе, в Англии, когда появились ткацкие станки, они очень много ткали, свозили с колонии ткацких изделий. И когда появились станки, сотни рабочих выгоняли на улице. И эти ткачи собирали в толпы и били ткацкие станки. Разрушали цеха со станками, потому что они лишались работы. Новые технологии меняли все. Великая депрессия в США возникла из-за того, что стал не нужен грузевой транспорт. Сено, лошади, стремена, копыта, подковы, телеги стали не нужны, потому что появился грузовик. А мы сейчас на пороге еще больше революции. И мир начал уже на себе это чувствовать. Швеция переходит на 6-часовый рабочий день. А Украина переходит на какой рабочий день? Что производит 400 тысяч чиновников? Ничего. Они ходят на работу и получают пособие по безработице. 3000 гривен. И даже намного меньше, чем пособие по безработице. В Украине самое большое пособие по безработице 4,6 гривны. Тысячи гривен. Недавно вы все видели по телевизору, как схватили чиновника, который возглавлял управление занятости Украины. 600 тысяч гривен взятки взяли у него. Я задался вопросом, а за что это социальная защита берет взятки? Они же должны раздавать пособие по безработице. Оказывается, он берет взятки за то, чтобы люди победили на тендере, который ремонтирует управление социальной политики. Я начал дальше интересоваться, что это за управление социальной политики. оказывается, их там работает огромное количество людей со средней заработной платой 3,5 тысячи гривен. А пособие по безработице, в котором числится 470 тысяч наших граждан Украины, самое максимальное 4,6 тысячи гривен. То есть оно больше, чем зарплата социального работника, который выдает пособие по безработице. И знаете, сколько их работает? 80 тысяч человек по Украине. И все они получают заработную плату. А Украина на них выделила в бюджете 8,2 миллиарда гривен на работу этого чудесного органа. Никогда я разделил всех безработных 8,2 миллиарда на всех безработных. То есть можно было ничего не создавать, никому не платить зарплату, а просто безработным раздать по 17 тысяч гривен. Но самое интересное, эти деньги взяты из ваших карманов при помощи налога на добавленную стоимость, пошлин и всего прочего. И после этого они кричат, что 5% не хватит. Конечно не хватит. Потому что не должно быть такого органа. Не должно быть министерства сельского хозяйства. Оно не надо. У нас сельского хозяйства практически нет. там весь частный бизнес работает. У нас не должно быть министерства промышленности, потому что промышленности уже нет. У нас огромное количество министерств, даже министерства культуры, даже в советский период, где-то в Венрии шутили, министр культуры туда поехал с визитом, они говорят, ой, как у вас тут все культурно, они говорят, да, у нас культурно, потому что нет министерства культуры. На самом деле вы должны понять, что мы живем в безумном государстве Сногсшибательном государстве Я немножко был знаком с этими всеми людьми Жизнь мне позволила с ними лично познакомиться И я даже им в глаза всегда говорю, что вы же казнокрады Это ведь только крады ног Потому что никто в здравом уме не работает на 3000 гривен Это невозможно Судья не судит за 8000 гривен Это тоже невозможно И поэтому, чтобы прожить, они берут, берут и берут Но единственный способ избавиться от этого, человека не переделаешь Будет возможность, возьмет Единственный способ избавиться от этого Это причину убрать Вот 5-10, система, она и убирает причину Она просто убирает МДС Просто убирает пошлины Просто становится выгодно платить налоги, а не прятать деньги Сами подумайте, если зарплата Налог на зарплату всего 10% Какой смысл ее скрывать? Никто этого делать не будет и в конверте платить не будет А пока мы все сидим в конвертах Все друг друга обманываем В результате возникают бизнесмены Около казнокрадов Помогают им разворовывать еще больше И все это только из-за того, что что-то принадлежит государству А государство самый плохой хозяйственный А главное порождает огромное количество людей Которые по-настоящему день и ночь ничего не делают И день и ночь думают, как ободрать вас Вот это их самая главная задача Я еще не встречал чиновника, который бы думал о людях Даже если вы проанализируете всех кандидатов в депутаты сейчас Вы должны понять Они идут туда не помогать вам Они идут туда к бюджету, к распределению, к земле Это даже не сомневайтесь Единственная партия 5-10, которая идет туда, разрушать эту систему Если мы попадем в Киевсовет То единственное, что я буду делать Охотиться за этими управлениями, разоблачать их И делать так, чтобы их закрывали Которые мешают в Киеве жить В Киеве на самом деле очень много можно сделать Но для этого опять нужны полномочия и власть Без этого ничего не получится Я нигде никогда на встречах не обещал отремонтировать лавочку Отремонтировать лифт или еще что-нибудь подобное Это слишком мелко для мэра Киева Мэр Киева должен воодушевлять Должен вести за собой Должен добиваться того, чтобы люди хотели в его городе зарабатывать Чтобы в его городе появлялось все больше и больше предпринимателей В то время, как сейчас Кличко занимается тем, что уничтожает целый класс предпринимателей Просто сносит киоски Бездумно С какими-то бандитами Наняли целый клан бандитов, которые тренируются, как сносить киоски А на самом деле убивают весь бизнес на территории Киева Он и так плохо идет И так нет денег А они занимаются еще и его убийством А в результате потом продают квоты Поэтому Помогайте партии 5-10 побеждать на выборах Дайте все свои голоса Уговорите всех своих знакомых Постарайтесь увлечь идеи без налога государства Максимальное количество людей Потому что это для вас Эта партия впервые хочет сделать так, чтобы вы были богатые А не те люди, которые сидят на потоках Единственный способ избавиться от них Это убрать эти потоки По сути спустить деньги вниз Чтобы вы сами между собой зарабатывали Сделал услугу, получи деньги Сделал товар хороший, получи деньги Привез что-нибудь полезное, получай И это не сложная задача Если собрать в такую партию Полтора-два миллиона человек Это произойдет быстро Но, кстати, все равно это идея Которую единственную слушаю Потому что это действительно дает надежду нашей стране Будем стараться вместе с вами сделать все возможное Но еще раз повторяю Без своих родных граждан Мы ничего не добьемся Поэтому Проникайтесь идеей Изучайте ее Она очень простая 5% с продаж 10% с зарплат Свободное хождение валюты на территории Украины Открытые границы А по сути свободное передвижение товаров, денег и людей И тогда мы все с вами станем еще богаче Спасибо А вы луде скажите? Они мне же говорят, что туда едут Подожди, подожди, подожди Слово никуда еще ничего не выставляем Я понимаю Спасибо 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 Спасибо